итак ребята привет сегодня я вам покажу и расскажу то что мы сегодня накопали накопали очень много слет у нас получился спонтанный все приехали те кого я знаю с кем копал много людей которые ну смотрели меня многие учились у меня и мы все приехали на одну деревню пошурфить случайно аж было себе семь машин ребята находок зашквар сенсация ребята вас обязательно ждет вы офигеете что мы сегодня подняли медали серебро медь царская совет это банально но есть такая изюминка вы просто будьте в шоке я извиняюсь парень поднял приехал по как ко мне в гости пообщаться пошурфить на совместно мы шурфили один фундамент и вы знаете ему фортануло так что ему потом пришлось ехать в магазин который находится в 20 километрах по полям и ему пришлось проставляться да ребята проставляться пришлось не по-детски находка просто бомба ребята просто просто бомба так что смотрим будет несколько частей итак ребят всем привет мы сегодня отправились на продолжение шурфа который я закончил на прошлом видеосюжете он как бы начатый разработанный всего третья часть как вы видели я нашел 4 подряд пятака 45 40 46 31 ну и были мелочевка в общем приехали пока с рустиком и вдвоем парни подъедут чуть позже одна делегация вечером вторая делегация утром в общем мы приехали на это место в этих кустах и тут конкуренты ребята тут конкуренты и угадайте кто мои знакомые живут в соседнем доме практически представляете тут михалыч тот самый которого вы называете бульдозер человек в возрасте а он хреначит как бульдозер чуть позже может быть когда он придет появится я у него заберу щуп потому что на прошлом фундаменте на прошлом кобе у нас было я не знаю сумасшедший выход блять невообразимый ниву утопили блять рустик ключи от своей на марке потерял мне серёга крыло там что-то замял что-то такое блин в общем ужас что у нас на прошлом копе было ну я сейчас вернусь сюда вот советики копать советики да ребят будут советики сейчас он камрад поднял двадцать четвертого трешечку это достойная большая крупная монета ну и она нормально стоит мы пришли сегодня погода ужасная как вы видите пасмурная не дай бог начнется дождь и моя пуза терочка она нихрена не проедет у кинга смотрите там вкусняшка такая здоровый здоровый да рустик подогнал босявый подгон и он сегодня будет целый день жевать этот масок лучше маслы чем камни в общем ребят вот такая вот у нас погода вот в таких местах мы будем копать надеюсь находки будут сразу бухать ребята не будем русик сказал мы завязали после того как мы откопали в прошлом сегодня женька еще подъедет долгов потом серега татьяна в общем классно поехали итак ребята повод заснять у рустика монета была и вот у камрада это повод ребят начну видео сюжет именно с царского серебра 10 копеек 1912 год спб сохран просто шедевральный до этого у тебя был пятачок да нет трешка пятак пятак 29 до 28 вот именно серебром царским мы начинаем сегодняшний коп так дули вода не смотри к че это даже импортная ребят я выгопал импортная богато жили значит но бухали здесь жутко ребят народ здесь бухали вообще же дом огромный ребят смотрите какой объем работы надо делать вот это все вот это все вот это все ребят кто здесь начинал в этом углу я поднял 4 пятака на прошлом видео вот здесь кухня короче здесь ребята побаловались поковырялись и свалили но засыпка здесь глубокая так что у рустика уже две монеты да вот красавчик десятка у него и трешка я пока ребят на нулях ну я думаю оправдаю ваше доверие у меня сегодня будет очень очень много монет на это надеюсь потому что вот эту часть вот эту часть нужно шурпить чего ты там блять угара и черты это будет у меня всегда так на шурфах я чемпион блять рубас заказал да рустик на прошлом копе ребята поднял и сейчас скажу мужики лось он за хатый лось захатый я ребят ростик только трахнул а я увидел круга это медаль какая-то серебро только что я серебро только видно это за ту боевые за бы так за боевые заслуги а ты не хотел а ты не хотел ко мне на фундамент мы будем хозяев хозяина искать и будем вручать скоро приедет у нас евген я вам еще кое-что при как покажу что он привез там вообще бомба тоже на этой деревне откопал ну а так будем продолжать руси говорит я с удовольствием такую медаль купил бы ай черт сказал уже что медаль ну какая вы будете в шоке и просто охренеете потому что такая медаль даже вы на просторах интернетов я никогда не видел ладно продолжаем итак ребят наконец-то и у меня находка наконец-то у меня пошли монеты это 20 копеек рамочник ой рамочник щитовик ёпты тридцать второй год русик угарает не посмотри глобус блин какой нахрен глобус прикопанный монете тут кое-как номинал то разглядишь епты на он меридианы посмотри блять русик даже сам угорает ну камрада только что царская двушка была у русика еще там была монетка а вот у меня вот первая монета но это ребята первое но они последние точно кинг он там видите дурачиться king прекращая дурачиться вове только стоит мне его поругать все становится как шелухой только я внимание от него устраняю все он видите вниманию от него убрал он опять ее взял вот наш чемпион ладно ну что ребят очередная монета и эту нас снова щитовик но номиналом ниже 15 копеек 15 копеек 30 да ладно по моему тридцать четвертое с не ошибаюсь 34 по моему без машины едет мы еще несколько камрадов ждем сюда че-то где-то машинка ей а он там где-то что-то прямо рядышком машины а там трактор вот так вот ребят пятнашка по моему три четвертый она дорогая плата продолжаем пинголь когда устанешь когда устанешь мне помогать фундамент засыпать а когда вот нам что искать вот чуть-чуть чем пахнет медный никелевый сплав вот ищи 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 мне монетки и так ребят находку камрада но камрад то у нас смотрите кто михал передавай всем привет узнаете представляете 150 километров от дома и мы встретили здесь и у него выпал сигнал и что вы думаете михалыч может выкопать ну конечно же ребята ну конечно же сегодняшний шедевр долл от я думал пятак какой николаевский а это пятак масонский вот это до 5 копеек масло ой полен михалыч рукожопой блин как так михалыч сейчас сотру не такой металл не сотрешь год 1830 какой-то 30 какой-то масонский в принципе бодрый ребят хочу сказать здесь в середине всегда как бы получается затертая абсолютно практически на всех монетах но с другой стороны пятачок неплохой неплохой а как я хотел сюда встать я он оттуда вон перебежал сюда думаю там на разработать и вот был бы мой пятак масонский ребят это как пить дать но михалыч фартовый ёшкин кот он знает куда ткнуться не пойдет зачет ничего михалыч находки есть они вот этот единственный на неплох неплох красавчик помните этого человека никто не верил что он за сезон столько копает сколько я обзор делал в гостях у камрада многие не верили какое количество он копает находок копает он как трактор так что ладно зачетно кто-то говорил здесь советики одни сергей наумов вот тебе и масонский пятак красота ковыряем дальше ну что ребят шурф у нас продолжается уже вот такой вот объем михалыч это все закончил пятак масонский достал и довольно все говорит я откопал но тут то не было как говорится блин вот здесь вот вышел очередной крупный и это у нас смотрите что ой 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 это у нас пятак 1870 я-то думал николай обычный а тут александр ну цена на пятаки в основном идут от 900 рублей так что я считаю что находка она того стоит чтобы покопать 900 рублей если продаст шурф уже у нее не напрасно вот так вот king watch и надо искать медь медь да не грозит и медь надо искать вот нюхай ищи вот он уже он уже серебро подымал в лесу копал блин и серебряную цепочку откопал прям девчонки на видео сняли кстати я вам сейчас это все и прикреплю ну пожалуйста вот эта собака кладоискателя просто мы находимся в лесу вот он рыл ямку вот копал и вырыл пожалуйста мы не знаем конечно серебряная она или нет но откуда он это взял непонятно king уж посмотри у нас весь грязный вот пожалуйста александр нот видно что это ваша собака он просто тупо нарыл цепочку иди отдай ты же должен отдавать это тань он шел кинг вот молодец умничка ну вот в общем нашел цепочку покажи тут права вообще как это может быть кинг молодец кингуха первое место самара ламп кинг заботчика владелец александров город самара да копатель собака кладоискателя серебро поднял ну ладно у нас пока вот так алики медные так прямом эфире чем найдем бухарский держим здесь полно их ну ладно ждем монету очередную ну что ребят на фундаменте я остался один с фонарем он там где-то в темноте king глаза видно king где-то там я уже отчаялся одни пробки одни пробки и очередной сигнал думал пробочный но оказалось это монета думал совет а тут смотрите что тогда это 10 копеек серебро 25 год зачетно до этого была пятнашка 46 я не снимал так что так вот неплохо неплохо серебряным почином меня два пацана бухают и другие раз два три и еще четверо ходит по верхам темнота несу свет на а мы ходим копаем кто-то наверное подумает не хватает вам дневного света ребят при дневном свете мы работаем в ночное время мы получаем удовольствие от хобби вот так вот ладно зачет и так ребят сижу а king слышите рычит он смотрите глаза видите вот у и страшилка идет страшилка охраняет меня king у меня находка 5 копеек 5 копеек 5 копеек год не знаю 40 что и скорее всего ну такая монетка или 43 не знаю не знаю 6 6 или 43 такая монетка кингуль ты меня охраняешь да мой мальчик охраняешь да ты молодец ты мой охранник молодец ладно идем дальше продолжаем рустика жил костер ждет а пацаны все ходит интересно надолго и хватит видите фонари там кругом пойдет итак ребята доброе утро все проснулись но и на удивление я самый последний встал рискингом мы ночью периодически вставали смотрели что у нас творится в лагере то один шатается то второй то третий в общем периодически вскакивали смотрели что тут у нас как но проснулись сегодня впервые такую у нас на практике мы спали как слоны выспались достаточно хорошо нормально пацаны отправились на фундаменты в лагере мы находимся сейчас втроем вот кто-то немножко лечится кто-то немножко переговаривается сообщается семьей что все хорошо king блин в общем классно классно вчера откопали судя потому что вы видали на своих экранах несколько закладных это пятак масонский это точно закладной потому что в этом доме не могло быть жизни именно в эти года то есть середина 8 19 века вот все находки советские это означает что ребята это закладные также закладной был 1870 года несколько цариков выпали но не чисто случайный наверное и сколько у нас несколько серебрушкой на этом все ребят но в целом достойно достойно откопали считая то что это фундамент уже давно давно кем-то начатый кем-то уже разрабатывался мы просто его продолжили вот сейчас наверно с рустиком пойдем искать новый какой-нибудь фундамент хотя новых не разработанных нетронутых здесь нету все какой-то мере подолбили к сожалению на прошлом копии я щуп потерял не знаю где-то воткнул и забыл уехали так что будем работать без щупов каким способом я спас как раньше делал делаю пробные копки со всего фундамента и смотрю по засыпки насколько глубоко он уходит то есть это вам на заметку если работаете без щупа нужно делать пробные копки заодно смотрите на сопутку на засыпку на какой глубине и так вот нужно делать наверное 45 копков чтобы узнать какие пределы фундамента ну и все все размял я своих голосовые связочки потому что после того как копейку попью доширака заварили вчера мясо куча осталось ребят же сколько мясо осталось вот не доели все хорошо болтать идем копать находки ну что ребят первую часть вы посмотрели если вам понравилось это смотрите обязательно и вторую часть которая будет в себе тоже немало интересных сенсационных находок будет и медали будет и серебро и меди банальные находки из советов я демонстрировать не буду так что приятного вам просмотра второй части ребят у димана по верхам по выбитым фундаментом пробежался уху смотрят на вторая копейка тоже сундаменте цветок 20 серебро я вам ночью показывал вот на утро он поднял вот такой масонский пятак с фундаменте дадим к сожалению для жопа ну вот так вот пока прикольно сиська ребят такое называет еще некоторые сиська прикольно еще одна это клевер или нет не клею . ну как тут а ну ты чё будешь хвост я хочу тебя спросить вырубит давай показывай это че такое блять смотри листья видишь ну это советсина это советсина оклад что-то оклад что ли да нет 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 оклад оклад делаю и ком я сомневаюсь ребят подскажите кто знает такая вот проволока медная листики наверное все таки тоже латунные или медные кованые не на кованые штампованные диман говорит что это от оклада ну я сомневаюсь я думаю декоративное что-нибудь такое эдакое с фундамент это штамповочка вот так кусочков нацеплял ешь да налево чё будешь делать потом клейте их больше так еще нет чему вот трешку трешка 24 с фундика копеечка какого-то и так в 38-го и так чертую 40 какого она 28 38 и 28 такие и вот смотрите это сегодняшнюю его такая более-менее хорошая наводка 1870 год если честно вот серебрушка для меня как-то не очень чем вот это вот охрана охрана смотри какой горел на у этого чё блин даже по моему этот какой где доносит шевелится даже швенцем гербина копьё копьё 1000 и двоечка еще 1880 ну короче тут меди короче вот вот к нам самару даже кавказ приезжает копать у них то блин горы лопат не воткнуть вот она те чудо это десятки ключей до самые социрусную наху 3 какой-то не 53 на 5 это что такое ну так вот ребят чем неплохо я считаю блин а еще крестик крестов нахопал вот его лопату чиркнул проверял как металл золото на какой зол пока кайта что в чем-то золото не темнеет я всегда монет так ладно который сами ребята я не показывал мы сегодня утром вот на пяти машинах камрады подъехали поздно ночью я вам не снимал кое-как доехал же какой как доехал с диманом на пару рустик на старый ушел женька ушел туда пацаны сейчас переедут на другой фундамент где они там пару советов подняли и хотят туда переместиться но мы наверное здесь здесь подождем серёгу еще одна машина должна подъехать получился небольшой такой вот слётик слётик камрадов что ребят пришли мы сюда вот санам на фундамент и знаете что здесь вкусняшка вкусняшка выпала вон у того товарища как говорится кавказе кавказе его прозвали уже для да показывай вкусняшку свою ли я пришел лишь из того потому что я такие монеты не видел мы все вкусняшка на дергал гептимы кавказе приехал с кавказа все найти булечь ухака интересненькая такая 15 копеек 1 злотый ёпти офигеть 15 15 копеек серебро какой год вы говорите я разглядел 38 год вот это чума я мы я сколько с пацанами копаю никто из новых моих копателей не находил такую монету мои поздравления год назад denis откопал всякую хрень он прям ходил матерился блин практически думал дали бросить это дело не думал хобби интересно два года назад я думал а когда мы последний раз михалов толпой копали когда два года уже прошло что не на монетку приятно очень приятно это единственное сегодня классная и масонский пятак переплюнул и александровский пятак переплюнул все другое серебро которое у нас сегодня было king а вот вот что надо искать вот что надо искать это серебро серебро красавчик чем мои поздравления держи красавчик так михалыч у нас чего-то это грустит наш фартовый трактор фартовый трактор у михалки михалыч дай или врет врут они до смотрите сколько михалыч про протара тракторил сколько дн и сколько диман смотрите у старого камрада смотрите в два раза больше шур вот так вот причем 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 он еще готовит там ребят бездельники вы бездельники а михалыч вон трактор 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 кстати диман видел это видеосюжетик я в вк выкладывал как кинг это откопала в лесу когда в москву ехал в лесу гулял с девчонками откопался серебряную цепочку бля да 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 я фотку по-моему там лечет не видел что по стене ну пожалуйста вот эта собака кладоискателя просто мы находимся в лесу вот он рыл ямку вот копал и вырыл пожалуйста мы не знаем конечно серебряная ну или нет но откуда он это взял непонятно кингуш посмотри нос весь грязный вот пожалуйста александр not видно что это ваша собака он просто тупо нарыл цепочку иди отдай ты же должен отдавать это танец она кинг а вот молодец ну вот в общем нашел цепочку покажи тут право вообще как это может быть кинг молодец кингуха первое место самара лам кинг ну вы наверное видео сюжет уже видели на в начале я вам приложил как ты не закапывает а мы вот такие мы археологи по закопкам да ладно идем мы вон там он сейчас пробуем рустик все никак не успокоится тот фундамент скоро серёга подъедет так что ладно день начинается серебра с крутого серебра но кд чемпион вот он красавчик чемпион чемпион город кисловодск рулит красавчик да приехал самару кисловодск рулит красава ладно приезжайте к нам в гости тоже будете находить такое серебро идем идем ну что ребят прибежал от пацанов копнул два раза фундамент как бы взорванный но как-то непонятно знаете здесь скорее всего была печь вот и какой-то холм непонятно по ходу все шурфили и вовнутрь все скидывали но вы знаете сверху сверху маленькая ямочка и вот на монеточка что за монета это советик пять копеек к сожалению сказать вот не могу ну-ка кинка ближе поближе очень надо искать обстрелил ну и нет не вижу ребят не лишь какую будет ну где-то 40 года это точно 40 вы не 50 40 вы потому что всего венцов раз два три семь семь венцов зачетно заберем ребят монетку я потер я просто любопытно все пятаки потому что они в каталоге проходят по хорошей дорогой цене и данная монета 36 года сейчас прикрепляю стоимость день день я не знаю вы знаете ну я предполагаю что экземпляр будет хороший ну и дорогой кому-то он отправится в коллекцию идем дальше итак ребят находка перешел я в такие кустики это у нас кусты черной смородины и вот смотрите монет но монеты интересная тем что может быть и прикольно может быть и нет это ленин с протянутой рукой 50 копеек это сегодня самый крупный номинал 50 копеек класс и так ребята вот еще один фундамент вот с этого места я дернул короче 5 копеек 36 там у нас серега еще подъехал вот так что у нас пополнение и женька вот из этого ямки маленькая ямочка вот но он дернул еще несколько монет он еще камрада ебты камрад камрада видит издалека и вот смотрите чем вот несколько монеток он поднял и монеты все тридцатых тридцатых годов но кинг ты чё чуть не сожрал вот так вот ладно продолжаем а я заснял ребят вот приехал у нас товарищ вчера я стрим делал вот именно с этим вот диман здорово ровно новый камрад и еще привет ребята только что приехали с места одного оба всего 2 что ли отчеток хреново как было до 42 года ты 42 она недорогая 10-15 у меня сердце ёкнула вот и еще упала тоже ох а у него интересно тем что ребята него вот на челочка пчелка всегда радует ребят очень радует пчелка достаточно редкая монетка их такой от бутылки вот в общем бригада у нас уже ух получился у нас такой знаете слет небольшой причем не договаривались нихрена блин просто все приехали на одно место не созвонился один к камрад паша 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 колпаков с казани представлять я созвонился он хотел сюда приехать еду пашки чё из-за нескольких монет сюда не хрен даже ехать красавчик вот и так что приехал передать монеты человеку который выиграл их на игрушку поэтому держи пожалуйста вот и короче ребят обещание камрад держит именно на стриме мы разыграли бесплатный лот 1 2 3 номер 4 номер 4 сергей шамаев ёпты мать это наша модератор нет сергей шамаев мои поздравления сережа ты победитель и вот у нас димка привез вот эти монетки вот они семь монет так что эти монеты у нас уйдут сергей шамаеву вот сереж мои поздравления монетки у меня их немножко может подрабатывать как ты меня просил чтобы по одному экземпляру привел в порядок а ты уже сам хочешь попробовать почистить ну в принципе мудрое решение я сделаю по одному экспонату как я делаю тебя остальные нечистки так что сереж мои поздравления так что вот этот фундамент можно разработать я в кустах разрабатываю только что ленина там достал с протянутой рукой вот ну не знаю может быть сейчас вот здесь вот продолжим фундамент бить чем-то когда-то кем-то начинай ну ладно думаю дима сейчас нами останется и да я продолжу там на дальних фундаментах попробую там все-таки там было серебро в том году 25 копеек масоновские интересные находки были поэтому хочу попробовать там ночь ночью там верховую двадцатку подняли николай серебряные интересные места здесь очень живописные старые на ребенке была основана еще в 1738 году места очень красивые я уверен что на этих холмах раньше в свое время может быть даже были и древние поселения какие-то возможно какие-то кочевые племена ладно в таких местах погода в принципе радует прохладника ветерок дождя нету вообще классно ёпт его мать а тут сережа сереж пришел террорист он сейчас будет он только приехал и сейчас будет собирать со всех дань вот у него калаш с собой взял так что ребята а пустая чтобы ты нас и у нас находки не забрал но так что так вот у нас сегодня весело ребята конечно же без горячительных напитков и горячего ужина у нас не обходится сегодня просто мероприятие шикарно но все прилично все прилично в мужской компании да кенгуля мужская компания ну давайте дальше смотрим кто чего откопает еще один еще один фрагмент есть смотрите какой ох блин смотрите как у гриба я честно говоря впервые такое вижу ребят напишите угадаете нет я знаю что что это за гриб а вы напишите класс грибочек вообще прям на целую сковородку жарюхи вообще красавчики вот такие вот у нас есть природные ресурсы в самарской области ладно сегодня прям бригада ух у нас кое-где там обед обсуждением но и многие познакомились сегодня так что классно ладно продолжаем кинг услышал и пошел на звук как дети резвят мужикам уже под 50 лет они все из калаша стреляет паш постреляй паш все больше не дают да но серёга у нас еврея еще тот самарашки и целые выстреливает вот ребенок номер один ребенок вон номер два подбежал красавцы ну дурочки я пацаны есть пацаны ребята ну что ребята мило там находка но пока находку одновременно у нас женьки уже не здесь старая старая копеечка какой год к сожалению сказать не могу но по гербу можем сказать что до тридцать пятого года приятная копеечка не знаю что там как-то но у меня тоже не менее интересная находочка это у меня сразу могу сказать советик тоже старый образец но на этот раз на 10 копеек тридцать третий год вот у нас рамочник фу ты блин рамочник считали сегодня 32 32 у меня тридцать третий щитовичок ладно зачетный есть что-то вот него смотрите есть сигнал хороший день говорит надо его в прямом эфире давай же копать прямом эфире посмотрим что столбушок радует глубокий это тогда может быть чернина ребят может быть и чернина пока столб не отваливается можно копать походу выкинул нет нет непонятно и потом сейчас давай прямом эфире то скажет бля подложили или еще что-нибудь мы честные копатели если мы были подкладывали у меня бы камрады и все остальные бы просто-напросто здесь же закопали на если бы я подбрасывал но у нас честные копы все находки реальные настоящие мы не шоумены ну знаешь на прав как практика показывает если глубокий сигнал то может быть здесь шмурдяк железо просто-напросто ну кровельного железа вряд ли потому что уже достаточно глубоко на глубине практически границы материка вот так вот ребята достаются находки на шерфе приходится много копать хочу сказать что же не первый раз шурфит вот и все пропал цветной сигнал осталось еще раз прозвольте кучу поставь катушку сейчас попробуйте потому что вот он ага да ребята или да это царская царская монета николаевского образца по размеру две копейки да это две копейки царские 1900 год красивый год 1900 вот такая монетка из глубины разочек 1 царь твой сегодня да ну чё скажешь про шурфы да ничего в принципе сложного нет земля мягкая когда кирпичей нету земля мягкой только сколько находок сегодня поднял ты сможешь поднять верховые на этой деревне здесь нет вот видите ребят шурфы дают свои результаты так что мои поздравления 1 царь сегодня женьки классно ладно продолжаем итак ребята одиночные находки я не показываю мне нам было несколько там монет вот но одновременно у нас выпал сигнал уже не выпала старый образец ох у него рамочник вот постоянно путаю него щитовичок тридцать какой-то год к сожалению не тридцать первый да вот медный никелевый сплав почистится принципе будет бодренько вот но у меня тоже монета но какая немножко поскромнее вот она это у нас 15 копеек тоже но на этот раз сорок восьмого года была до этого копеечка что-то у меня еще там было вот но два сигнала одновременно решил заснять рядом копает серега соседний фундамент дальше соседний фундамент рустик в общем разбились на раз два три на 4 на 4 бригады и все копают фундаменты находки есть чуть позже как остальные откопали я буду вам показывать итак ребят ну что мы русика позвали немножко с нами покопать факт том что здесь пробок так таковых нету проволоки нету если это сигнал то монеты вот сейчас прямом эфире я хочу вам заснять вот сигнальчик в принципе невнятный но он верховой где-то я надеюсь что это не пробка или не какая-нибудь хрень чего не знаю потерял нет где-то был думать а я че не видел о да ребята вода монетка 15 копеек год 40 на 46 самый популярный но факт том что монета видите вот она бревно вот закладной камень вот стоечка под бревно где прибывалась полы нахожусь я около печи и находки вдоль печи ребята вдоль печи вот на печь и вот так вот я сейчас буду все идти именно к женьке вот так вот обруливать печь находки будут вот так вот и уже не там очень много находок запутка ребята смотрите какая интересная вроде железная но она смотрите с эмалью вот такой чайнички его возьму на реставрацию скоро я начну заниматься реставрацией вот бутылочка вот такая целая без надписей единственное что здесь к н.о. горшочек такой вот и ухват это запутка именно кухонная и это радует ребят это была печь на которой готовили пищу там вот печь это все-таки тепловая было обогревали ну ладно находки есть радует чуть позже покажу что накопал вон там бригады там михалыч жару дает пацаны удивляются копают один фундамент а михалыч один около 30 монет поднял так что ладно мы будем пока скромненько и так ребят очередной сигнал хочу тоже в прямом эфире все снять а я вижу вот на монетка красавица ребята оба большая у нас пятак ребят пятачок советский год год старый я посмотрим может разбежу троечку видно ну скорее всего тридцать тридцать второй ребят пятачок тридцать второго года тоже не менее ценный сохранчик такой более-менее зачетно продолжаем ну что ребят очередная находка камрада так где-то здесь а вода вот она ой это пушка извиняюсь дружка двадцать пять ты блядь карифаны вот тебе фортануло жека я тебе серьезно говорю серега в подарок нам закинул охренеть ребята твою налево это сегодняшняя бомба все то что там пацаны накопали серебро там масонов там цареть твою дивизию ребята она 1070 минимум стоит даже вот так вот она чуть лишь куда в таком виде она 1070 стоит я короче я окупил свой коп да тут бля ты весь сезон а купил нет с тебя пиво сегодня нет подожди сезон у меня медаль в этом сезоне тебя планета это медаль это по сравнению с этим то вообще и бы калаш есть да серый а тут же честно ребят я не завидую но на самом деле класс эмоции ваши сереж как вы думаете на ну а сейчас давайте немножко расскажу о данной монете монета в две копейки 1925 года это своеобразная мечта любого кладоискателя и коллекционера нумизматическая стоимость монеты две копейки 1925 года составляет порядка 25 40 тысяч рублей при условии сохранности а реальную цену я вам покажу чуть позже монета чеканена из меди и весит почти шесть с половиной грамм 1925 году является последним годом когда советская монета в том числе и две копейки чеканились из меди с 1926 года для чеканки стали использовать сплав алюминистой бронзы а монета стала весить привычным всем гражданам с ссср два грамма в советское время две копейки 1925 года были для нумизматов самым настоящим раритетом зачастую в советских каталогах и рукописных листах проставляли напротив цену просто слово раритет как говорят кладоискатели основная масса монеты две копейки 1925 года сосредоточены в районах башкирии и соседних областях в том числе и самара именно там по некоторой статистике обнаружено большее количество этих монет именно благодаря кладоискателям монеты две копейки 1925 года перешла из раздела раритетов в редкий бюджетный вариант вполне можно купить в пределах 15 тысяч рублей за последние 10-12 лет стоимость монеты увеличилась примерно в полтора два раза цена могла бы вырасти куда больше но на мимизматических рынках ежегодно поставляются десятки свеженайденных экземпляров ну а сейчас давайте пробежимся по ценовой политике именно проходов данных монет для начала посмотрим стоимость монеты в сохране xf стоимость составляет 89 тысяч рублей проходов 4 достигнута цена на торгах 70 тысяч рублей сохран монеты как вы видите неплохой следующее в x стоимость монеты составляет 44 тысячи рублей достигнута цена на торгах 57 тысяч рублей давайте посмотрим более худший сохран монеты достигают уже 32 тысяч рублей и проходов таких монет 10 штук сохран как вы видите не особо ну давайте посмотрим и совсем плохой сохран сохран джи 12 тысяч рублей стоимость такой монеты достигнута цена на торгах достигнута цена на торгах составляет 12 тысяч рублей монета в очень плохом сохране ну а сейчас давайте про посмотрим проходы именно по шкале как вы видите большое количество было найденных и проданных монет средняя ценовая политика такой монеты 50 тысяч рублей но достигнута и 113 как вы видите на своих экранах да благодаря нашим братьям-комрадам монет откопано достаточно и монета перешла из-за раритетов именно в разряд редких так что приятных вам таких находок под катушку ну а на этом и все продолжение следует дим чё скажешь по нашим находкам вообще огонь просто огонь у нас видите одна машина уехала уехала в ближайшую деревню мы остаемся с ночевкой продолжаем он будет проставляться проставляться вот вот бывалый человек бывалый человек уже немножко сегодня копнул если честно если честно у нас у каждого постолька кроме серого и кроме ручка турист серега турист так что ребят все сегодня продуктивно дима дима шурфа об обалденный получилось ну наш коп там от команда на том шурфе и вот на этом вообще шикарные шурфы получились огонь там только михалыч для штук 50 достал царей советов да ребят у нас машин сегодня блин ёшкин кот блять еще одна уехала за за топливом да хотел сказать блин ну лучше промолчу за топливом уехал так что у нас классно классно за батарейки мой разочек и ездили за батарейками накупили толкашки приехали на куб а батарейки забыть серьезно да реально такой был случай ну ладно наверное сейчас вот пойдем обратно продолжать копать и так ребята с того фундамента мы перебрались к другой бригаде димка женька и денис до бригады ух работает до двух ночи дим еще находки те хорошие у меня с вами вообще ничего нет вообще ничего это просто жду когда я это не выходит помощь ямку их прикопали опана смотри какая булава ёптывая мать блять до булаванов в лоб такую дать только железные дает где-то блять это какой-то скипетр дэнт показывает свои находки до выкладывай михалов там говорят вообще чемпион у них блин а он подкопы тут строит я уже в ужасе в ужасе видите как они работают вот такая вот вот сейчас прямом эфире да вон монеты ёпты ну ка чуть у нас две копейки две копеечки но они к сожалению убиты нет давай покажи какой 25 это обычная алюминистые бронзы 25 она в меди очень жаль очень жаль так чего нас наковырял двушка александра на двушка короче и двушка до душка точно не к сожалению нет как-то гвозди нас не интересует а многие штуки нет молодя молодя не могу разобрать а ну да видно николаевский образец да это двушка больше ничего интереснее перейдем михалыч александр михалыч александр михалыч ну показывай пока я не влезет в эту ладошку слышу чем сказал у тебя не влезет ладошки да вон лопата давай михалыч вот те лопаты блин ладошка куда кучеряю смотрите видите михалыч копает именно такой лопаты как у меня ребята обращайтесь к михалыч да короче оператора выбираешь а я саню и валим у нас тоже там это женьку уже хотят валить говорит автомат вон даст а сейчас две бригады каких-то кооперирует то есть я я ребят присоединюсь блять колыма бля такому присоединюсь ну-ка вот ну не знаю в одной ладошке у него умещается диман иди поплачем ты посмотри поплачем уже теряет этого что упала то упал на газетку дать у меня до речи потерялся идет охренеть смотри это все ребята это все шурфа вот с этого димка здесь копает по соседству в полметре диман нихрена ничего не поднял а смотрите че михалыч тут поднял раз пятак 36 до 5 так 36 еще пятак хрен знает такой еще пятак 46 так чудес еще пятак еще пятак это ребята жень вот и слышал у тебя здесь серебро 15 копеек 2 даже вот царик 1 до царик копеечка так растут офигеть вот это да вот это ребят продуктивный вот еще одна 10 копеек 15 10 копеек попрошу не обобщаться ты вчера нормально к пану ночью не надо три монеты три монеты и вот это да офигеть но вот это ребят вот тут я считаю болен от этого вот как ребята шурфа надо поднимать монеты старый значок в лксм но это он поднял вчера 5 копеек масонских да да двушка сейчас уедет в другое в другое место вообще красавчик блин михалыч кто сказал что он хреново копает ребята диман свое время дим помнишь дим я не верю что столько можно копать до дима а как с михалычем познакомился теперь понимает что это реально вот реальный коп ребята чё-то ну-ка показал какой болт она это 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 дима нет по моему от самовар дать ман этот самовар этот как раз не керосинка самовар смотри чем блять тут у блять ребят бутылочки бутылочки царские ешкин кот вообще классно засыпку и хороший ребят о смотрите бутылочка ребят смотрите горлышко их какая была бутылка царская между прочим аптека дарю на локинг у тебя тарелка появилась вообще ну ребята у них вот эта бригада ух прям молодцы молодцы вообще классно вообще по находкам здесь зачетно но у нас фундамент выстрел именно качестве мы ребят качество шикарно 2 копейки 25 ну все дима желать тебе удачи дима хоть немного накопать дима я думаю если если михалыч останется на ночь он точно полную наковыряя туда сыпь ёпты у тебя кармашка там уже не умещается я ладно пойдем пошлите пошлите у меня смотрите визуально монета выпала ли или чуть тут и блять это замочная скважина одновременно женьки там тоже выбыл сигнал душечка вот одновременно сигнальчики снимаю одиночный сигнал я вам не показываю ну советы советы банально вот если у нас попадается одновременно сигнал видите я как бы пользуюсь случаем потому что батарейка на камере уже совсем кончилась серега с яриком по верхам решили походить шурфы у них пока не сдаются ладно пацаны походу закончили фундамент них очередной обед king смотрите king вообще свалился мальчик устал вообще устал ладно продолжаем ребят ребят прошло несколько секунд я даже не копал просто прозванил то что обрушил и решил это заснять потому что это у нас царская монета сегодня это по моему первый царь николай первый о николай второй вот меня не царь будет давай давай ну сейчас не так быстро где-то здесь на верхушке а это не монетка не монетка очередная двушка ребят прямом эфире ребят двушка год пятьдесят шестой ладно продолжаем ну что ребят сделали небольшой перекур два часа делались перекур чеки и вот я вернулся на фундамент пацаны до сих пор перекур себе устраивает вы знаете у меня находка монетка где я сначала думал копеечка я его руки брал потер и не хотел снимать но смотрите что фокус наводим полкопейки 1927 год ахахах вот это да зачетная монетка класс очень приятная редкая монета очень редко жалко что не 28 но все равно приятно все сверчки зачирикали так что ладно продолжаем и так ребят кручусь верчусь вокруг фундамента отсюда вытащил сейчас монетку думал снова копеечка но не тут то было я ее уже потер и знаю это ребят у нас одна вторая 1896 год 1 2 николаевская монетка вот на красавица не знаю видно нет вензеля точно видите да вот такая красивая монета зачет зачет и так ребят буквально прошло наверное минут десять и выпала очередная царская монета николай радует то что это у меня сегодня первая большая монета царская 1900 год вот такая монетка вообще зачет кингуле медь надо искать медь 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 серебро вот че надо вот чуешь я его дрессирую на поиске таких вот вещей ладно продолжаем и так ребят перри бежал я на фундамент с михалычем михалыч вместе со мной копает и вы знаете здесь вот у меня был сигнальчик вот он и это у нас трешка трешка двадцать четвертого года ну сохран так себе ребят пойдет неплохой это медь крупная медь ладно борюсь вот здесь вот с камнем пацаны почему-то его вот этот аппендицит оставили я вот хочу его ковырялся там с михалычем научи то течение получаса не было ничего и я перебрался суда и буквально сразу же сигнатик ладно пойдет ребята вы не представляете чем мы откопали смотрите запечатаны запечатаны чугун это клад или говна полно об этом вы узнаете следующие серии фон воняет перегноем для смотрите чугун как сгнил мне ребят это говно ну чё даже ни одной монетки задавали может хоть каши есть факт том что как он туда попал со всех сторон видел каким булыжники серым мы копаем блин булыжники вот такие булыжники блин ну там кучу я накидал виски вот у меня 44 размер вот как она блин там чугунка блядь прям среди железа эту камни ну чтож на шофе а бывает всякая кинг а вот он наш этот чемпион охранник чемпион со всех сторон а вот еще кстати откопали крышку на тоже в этом же месте и пузырек прыщавый вот такой заканчиваю репортаж некоторые подписчики у меня с работы спрашивают как у тебя сереж проходит выходные они у меня проходит вот так вот саша покажи как проходит мил вот даже собак есть вот а мы крушим фундаменты вот так вот ребят но михалыч поймал сигнал о и у санька тоже михалыч у тебя врачу только более может быть алкашка вот смотри вот алкашечка алкашечка наверно другая часть алкашки кинг перестань ожечать ублю чё-то ребят медаль ого ну-ка ближе ёпты смотри а материнская слава ёпты слава материнская слава желтый это желтый нет не серебро ребят это материнской славы охренеть вот почему здесь находок до хрена ёпты здесь детей много было и дом большой а здесь смотри вон это проявляет все серб и молот ну все да понятно офигеть у меня кстати верхушка есть от нее не у тебя другой наверное голубая лент голубая лента от другой прекрати фиолетовая первая кинг охраняет у блин кто это медаль материнская слава материнская слава да ну ну это не серебро третья степень наверное алюминиевая бронз вторая серебро нет первая серебро а вторая вот эта третьей не было как не было было 3 за 5 детей было и за 6 за 8 вот после 6 она была серебряная ну ребят информация да рассудите за сколько детей всю историю этой медали и всю информацию я вам в этом видео приложу и за сколько детей была такая награда да ребят вы любите этот материал когда я прикрепляю исторические факты так что эта вещь действительно шикарная и возможно уже все знают саш ну ты приложишь конечно конечно все информации будет тем более уже все узнают вот я красавчик да что нет дэн убежал отсюда нет они по честному там копали но старый смерт все сегодня сколько у нас две медали уже да да две медали по той медали я тоже вам ребят покажу информацию потому что медаль диковинка какая-то непонятная я первый раз такую вижу ладно продолжаем было три вида материнских наград орден мать героиня орден материнской славы медаль материнства именно о ней я вам сейчас и расскажу медаль материнства учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года медаль выполнена по проекту художника Жукова медаль имеет форму правильного круга диаметр 29 миллиметров на лицевой стороне медали профильное грудное изображение матери и ребенка медаль материнства состоит из двух степеней медаль материнства первой степени из серебра медаль материнства второй степени из бронзы медалью материнства награждаются матери родившие и воспитывавшие пять детей медалью второй степени матери родившие и воспитывавшие шесть детей медалью первой степени награждение матерей имевшие шесть детей производится только одной медалью первой степени медаль материнства в случае смерти матери вместе с удостоверением к медали Остается в ее семье для хранения как память По состоянию на 1 января 1995 года Медалью материнства 1 и 2 степени Были награждены около 13-15 миллионов женщин Данные награды и поныне вручаются почетным женщинам Ребят, Александр откопал вот такой вот утюг И через некоторое время Я надеялся, ребят, надеялся, что найду другую часть И он ее нашел Да, ребят, слава богу Вот смотрите, в каком она сохранит, в каком состоянии Зимой, скорее всего, ребята, я буду практиковать реставрацию таких старых вещей У меня готовится будет видео по реставрации ламп старых советских Ну и вот этот утюжок я тоже буду реставрировать Слушай, ну она в диком на росте вообще Да, в диком, да Ну не знаю, что у тебя получится, Александр Ну я надеюсь, что не будет доверять у нас Ну вот, в принципе, целый утюг Да, утюг угольный Что найду информацию в интернете, я тоже приложу по этому утюгу Утюг, тюг, 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 разгорелся наш утюг Ну все, продолжаем наш ночной шурф Да, остались только стойки Да Угольный утюг Он появился в России только в 17 веке Внутри чугунного корпуса закладывали горячие березовые угли Которые доставали прямо из печень А чтобы угли не высыпались Утюг, как сундук, закрывался на замочек Кажется, утюг совсем остыл Что делать? Утюг надо заново раздуть Чтобы раздуть угли, утюгами раньше размахивали Тюг, 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 разгорелся мой утюг Но в будущем утюги усовершенствовали трубами Чтобы была тяга И размахивать утюгами уже не было надобности Также появились спиртовые утюги Но это уже другая история Итак, ребята На этом я, наверное, буду заканчивать свой сегодняшний Завтра будет еще продолжение Закончу, наверное, сегодняшний коп Вот именно на такой ноте Покопали хорошо Некоторые, комрады, просто жесть На улице вы даже не представляете, какая погода Даже все машины запотели Влага сильная Как вы видите, изо рта пар идет Прохладненько Многие машины греются Заведенные спят Вот, так что, ребят Я опять остался сегодня стойкий Время третий час Да-да, ребят, третий час И мы решили с Кингом поспать Так что, ладно Даже объектив запотел, ребята Объектив запотел Так что, все Ребята, все, пока Завтра встретимся До новых встреч Итак, ребят Лагерь мы уже разбираем Некоторые у нас собираются домой Диман Вот новые комрады приехали Тоже шурфят Ну и потихоньку буду показывать находки Которые сделали Диман у нас С одной ночевкой Поднял вот такое количество Пузырьков Вот, классный пузыречек, ребят Очень классно Два подсвечника По шмурдяку Как-то у него получился Вот так ВЛКСН значок Крестики Пуговка Гильзки Одна пуговка Интересна тем, что Это пуговка Титьки Титька Вот Патроны Гильзы От Бердана Тут По советам Интересного В принципе Ничего говорить не буду Один пятак Трешки Двушки Самое вкусное, ребята Две монеты Одна вторая копейки Год говорить не буду Николаевские Двушка Тысяча девятьсот шестнадцатый Трешка Трешка двадцать четвертый Две двушки Николая Двадцать четвертый Копеечка двадцать четвертого Так, это что у нас Эта трешка И самое вкусное, ребят Верховой был Вот такой вот масон Верховой масончик Но, к сожалению, он С утра Там у Михалыча куда лучше Дальше Три серебрушки Очень приятные Двадцатка верховая была Ночью поднята И эти монеты серебряные По десять копеек Шуфа И интересная медаль, ребят Очень интересная Мы его не шкребыкли Пытались все-то Но с этой стороны Смотрите, какой здесь крест Смотрите, крест какой-то Кто знает Напишите в комментарии С другой стороны К сожалению Ни шкабрили Ничего Вода просто Ну Не почистила Здесь крест Так что пишите Это находки у нас Дмитрия В принципе Неплохо так получилось Вот неплохо Ну а дальше Будут обзор Находок Женькин Дениса Затем Михалыча Рустик К сожалению С Серегой Приехали отдыхать Свежим воздухом Городские Отдохнули хорошо Зато Да До сих Одну монетку Мы нашли Случайно Упали носом Просто Ладно Сейчас Других комрадов Находки Ребята Начали Пацаны Разъезжаться В путь дорог Отправляется Серега Диман Тольятти Рус Самара Всего доброго Дэн готовит Свои находки А сейчас я вам покажу Находки Самого нашего Фартового Камрада Царей тут Раз Два Три Ну три царика А затем Четыре царика Медь Двадцать пятый год Трешка Копеечки В общем Вот так вот Получилось Пятаков Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Пятаков Ребята И Две Две серебрухи Но Где-то в этой куче Еще одна Завалялась Серебрушка Я так Как бы и не нашел А вот А нет Копейка Еще где-то серебрушка Есть Три серебрушки Ну В принципе Приятная Вот такая Куча У Михалыча Ну просто Получился Очень хороший Фундамент Ребят Очень зачетный Сейчас находки Дэна покажу Ну что ребят Первая порция была Теперь порция Добавки Вот она Добавка Очередная Это у нас Дэн Кавказец Откопал У него Несколько Шедевров Есть Это вот Это 15 копеек Одна Злота 1838 Года Прям Классная Серебрушка Затем Еще одна Серебрушка Царская Ночью поднял 1912 Год Тоже хороший Бодрый Сохранчик Вообще По царям У него Сегодня Самое большое Количество Никто Больше Царей Не накопал Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Босемь Босемь Девять Десять Десять Сколько Тебе царей Несчитал Короче Ну примерно Десять царей Не считая Медные Советки 24 Года Вот такой Шмурдичок Интересный Он бы Его выкинул Но факт В том Что это Вещица Самая Первый Самый Первый Знак Пионерский Я информацию Ребята Вам давал Здесь Должно Быть Будь Готов Что-то В этом Роде И Костер Видите Сюда Пять Бревь Это Означает Пять Материков В общем Первый Значок Выглядел Примерно Вот так Вот Такой Большой Ну и В принципе Ребята Как-то Вот так Вот Хорошо Откопал Прям Зачетно Это Порция И эта порция И Димановский Который я показывал Это все С одного шурфа Это Сколько Вы подняли Наверное Штук 200 С этого шурфа Да Михалыч У Михалыча 65 монет У Дэна Чуть поменьше Ну так что Точно Было У него Монет 200 Точно Подняли Мы же Копали В других Местах 25 Ладно Сегодня Пацаны Спали Вдвоем Ребята Разложили Сиденье И прям Классно Так Спали Вообще Зачетно Ладно Сейчас буду Показывать Остальных Камрадов Кто чего накопал Итак Ребят Пацаны Мои Собираются Уезжают Потихоньку Я наверное Буду знакомиться Вот с парнями Здорово Ребят Александр Пацаны Молодцы Подошли К нам Поздоровались Сразу И вот Смотрите Ребят Какой у них Стол Какая поляна Уходите Что это такое Рассказывай Что это такое Нильдову Люба Нильдя тебе Медовуха Представляете Вот на ком А этот готовый уже А этот готовый Трубочку То есть вот так Положитесь Падаешь с ним Вот так вот Самарчане Ребят ездят На ком Отдыхать От души Вообще Красавцы Без приборов Как У вас Кребор Есть Прибор Да Где-то там Есть Что за прибор Веник У тебя веник А у вас Забыл Аська Тебя И этот 40 40 Аськи Молодцы Молодцы Мы на шурфах Работаем Только с Аськами Да даже стандарт Стандарт Подходит Монос Ладно Тогда мы С вами вдвоем Останемся С вами В компании Итак Ребята Еще один Камрат Уезжает Диман Счастливого пути Тольятти Вот И у нас На ходке Сейчас Женя Он тоже Собирается Он Ребята Шурфил В первый Раз В первый Раз И Он Действительно Фартовый Тем Что Поднял Две царских Монеты Ну ладно Я шучу Ребят Шучу Фартовый Не за того Что Две царских Монеты Поднял А поднял Вот Такую Красавицу Смотрите Год 1925 Это Очень редкая Очень дорогая Монета Вон те Вон Камрады Вон Которые Копают Где они Вон Они Там Копают Уже Говорили Что На поле Готовы Эту монету Взять За 60 Тысяч Вот Так Вот Ладно Камера Уже Заканчивается Надеюсь Мне хватит На Весь Коп Так Что Так Мои Поздравления Женька Кстати И еще раз Хочу Опубликовать Вашему Неманию Вот Такую Медаль Чудо Чудо А не Медаль Постараюсь Информацию Найти Исторические Факты Прикипеть Так Что Ладно Набрал Такое Ведро Ребят Сливы Красота Итак Ребят Последний Камрад Из нашего Слета Выезжает На дорожку Вот Так что Пожелаем Удачной Дороги Как говорится Нежестно Это Самый Фартовый Сегодня Камрад Был Который Поднял У нас 2 копейки 25 года Монета Очень редкая И очень дорогая Факт в том Что монета В очень хорошем Сохране Так что Ладно Мы сейчас Тронемся Вон туда Вон К пацанам Потом Позже подъедем Узнаем Что они накопали А я Пойду туда Вот У меня время есть В принципе Я хочу Все Свободное время Отдать Шурфологии Так что На этом Не все Да Кенгуль Ты наверное домой уже уходишь Да Кенгуль Ладно Ребят Кстати Лагерь мы за собой Ребята Видите Да Оставили так Как раньше было Даже может даже и лучше Все Поедем Я тоже загрузился Сейчас поедем Ну что ребят Остались мы вдвоем с Кингом Кингулька устал Спрятался в тенечке Сегодня Жарковато Ну к чему я У меня монетка Ну монетка очень странная Тем что Чересчур зеленая На этом фунде В основном все советы А это монета зеленая Чересчур Не знаю Что за монета такая Сейчас попробую Отковырять Как-то Если что-то Интересно Ну по размеру Питак Питак советский Если что-то Интересно Я вам обязательно Покажу Что это такое Если очищу Так что ладно Остались одни Итак ребят Я уже подустал Ноги гудят Три дня в ботинках Жесть полная В общем На таком фундаменте Я вам все не показывал Показываю только Приятные находки Это у нас 5 копеек 38 года Сохран Хороший С предыдущим Питаком Не сравнится Все Подошел я К своей Базе Здесь у меня водичка Перекуры устраиваю Вот Предыдущий Питак был такой Я только понял Что это Питак По размеру Ну и кое-как Проглядывается что-то Общее количество монет Которых я здесь дернул Вот так Потерял еще копеечку В общем С этого Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Восемь монеток Ребят Где-то за час Не густо Но по крайней мере При монетах Кенгуль Сейчас пойдем Что поедем По верхам еще пройдемся Полчаса И поедем домой Посмотрим на будущее Хочу посмотреть фундаменты И может быть И где будут находки В следующий раз Возможно и приедем Так что ладно Сейчас пойдем в верховые Пока посмотрим Итак Ребят Подхожу уже к машине Камера с собой не брел И хорошо Что около машины Вот в этой ямке Ребят Была находка Ну Сигнал четкий И он верховой оказался И просто-напросто Он сам выпал Мне не пришлось Его искать Вот такой крестик Ребят Не нужно искать Они почему-то Всегда сами выпадают Наверное Хочет чтобы его Забрали с собой Из темноты Из бездны Чтобы он дальше Дарил свои Чудотворные Действия Ладно Очень хорошо Забираем Я вам сейчас около Покажу Что я верховые поднял Сейчас я Даже сейчас Выложил Ребят Верховые Именно верховые Вот такое количество Это я с фундаментов Забрал Ребят С фундаментов Такие стекляшки Я собираю Была гильза Гильзы я тоже собираю Для панно Вот такие две гильзы Затем Пуговка Орлянка Прям с фундамента Эти Тоже Вещи с фундаментом Прям были Ну и монетки Тоже Ребят На каждом фундаменте Дернул По одной монете Вот с каждой Дымовой ямы Были сигналы Пятачок Тридцатого А поэтому Я даже По-моему Засадил Да Трешка Двадцать Восьмого И вот Пуговка тоже Пуговка лысая Вон видите Там Отломан В общем Вот так прошлись Мы По верхам И сигналы были В течение часа Я думаю нормально Все Сейчас К озеру И я вам все покажу Сколько Чего Я поднял За три дня Все Идем Итак ребята Буду заканчивать Свой видеокоп Сначала Умоемся с Кингом Потому что Мы три дня Грубо говоря Три дня И две ночи Были в этой деревне И копали Грязные Вонючие Так что Мы решили Искупаться Ну и Конечно же Находки сейчас Выугнуты Прекрати копать Прекрати Знаете Он Сейчас вот Струя воды идет И он Пытается Эту струю Схватить зубами Короче До самого Озера Туда вниз Пока я умывался До Чапа Вот такой Здесь роднячок Очень приятно Когда умываешься Вода Знаете Обжигает Лицо Оно Оно Как бы Охлаждает Но с другой Стороны Обжигает Такое ощущение Как будто Горячее Вода Очень вкусная И я вот Тоже Водичкой Старился Прям Вода Прям Обалденная Водосток Такой Знаете Из дерева Я даже Предполагаю Что Это еще Древнее Ну Как древнее Наверное Где-то Ранние советы Где-то Такое Потому что Если бы Это было Недавно То бы Сделали Трубу Такую Как и он Там Но Здесь Вот Видите В виде Такого Сруба Смотрите Ну Ты Пацан Ну Ты Пацан В натуре Как Пацан Маленький Ребенок Играется Просто Посмотреть И Понаблюдать Даже Не Представляете Он Иногда Такое В Чуде Хоть Стой Хоть Падай Он Воду Пытается Поймать Тингуйка Вот И Погнал Волну Волну Сейчас Погонит Пытается Поймать И До Самого Озера Он Пошел Пошел Чудик Юдик Ладно Давайте Пойдемте Я вам Покажу Находочки Которые Мы Откопали Сегодня Итак Ребят На этом Я буду Заканчивать Как Говорится Выдержали У нас Коб Не Все Коб У нас Состоялся Две Ночи Три Дня Достаточно Улыбнулась Практически Каждому Практически Каждому Кто-то Приехал Просто Отдохнуть Пообщаться Ну а Кто Целенаправленно Приехал Накопал Сегодня Кучу Монет Также Я Неплохо Сегодня Откопал Было У меня Порядка Не Порядка 50 50 С чем-то Монет Вот Такое Количество Монеток Ребят У меня Получилось 50 С лишним Не буду Я все Пересказывать Что у меня Тут и Получилось Как Ряд Десятки Копейки Ряд Двушек Ряд Двадцатки Пятнашки Трешки И пятачки Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Постоточков Интересные Года Тридцать Восьмой Тридцать Шестой Потом Что Тут еще Какие-то Тридцатый Сорок Шестой Вот этот К сожалению Нельзя датировать Из вкусняшек Что у меня Ну Вкусняшка Ну Вот это Банально Они как бы Немного убитые Трешка Двадцать Четвертого Неплохой Внешний вид Вот эта монетка Вообще Зачетная Смотрите Какая красивая Да Тысяча Красивый экземпляр Также у меня Были еще Две маленькие Шедевральные Монетки Это у нас Пол копейки Не часто Встречаешь У меня всего-навсего Таких Если не ошибаюсь Вот это Третья Ну и Одна вторая Копейки У меня их Было Предостаточно Даже небольшой Кошелек С такими монетами Подымал Без серебра Ребят Я так же Не обошелся Две Шатается Отдыхает Две Серебрушки Номиналом По 10 копеек Ну и Вот такая Единственная Сегодня Что порадовало Вот такая Медаль Медаль Возможно Я буду Восстанавливать Медаль Материнства Вот такая Зачетная Медаль Ко всю информацию Вы уже О ней Все знаете По шмурняку Ребята Вы даже Не можете Представить Когда В полумраке На черной Фоне Земли Выпадает Вот такой Вот Крест Я сегодня Просто Ахнул Прям Думал Что Какой-то Ополченский Крест Ну может быть Его и делали Для этого По шмурняку Так Ничего Интересного Может быть Вот Пуговка Орлянка В хорошем Бодром Внешнем Виде Затем Вот такой Чайничек Я его Взял Зимой У меня Будет Проект По очистке Реставрации Вот именно Таких вещей Кстати Я еще Поднимал Утюг И Я его Тоже Буду Постараюсь Вот такая Вот Заглушка И еще Две Ну Бутылочка Имеет Здесь Надпись Пацаны Читали Что-то Связано Для Чернила Для Ручек Вот такая Еще Приятная Вещица Была Заколочка Брошь Ну Как Тут Так Вот Ребята Как Вы Считаете Стоит Выезжать На 2-3 Дня Чтобы Вот Такое Количество Находок Откопать Ну На Этом Ребята И Все Видеосюжет Состоялся Из Несколько Частей Так Что Всем Пока До Новых Встреч Субтитры